Здравствуйте, уважаемые телезрители канала Десна ТВ! В эфире информационный выпуск «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. В ближайшие 10 минут о главных событиях города и области. Смотрите в информационном выпуске. Очередное плановое совещание у главы города. Заседание Общественного совета Десногорска. Мастер-класс от профессионалов. Технология печати медицинских имплантов на 3D-принтере. 21 ноября в администрации Десногорска прошло плановое оперативное совещание. Проводил совещание заместитель главы города Александр Новиков. 15 ноября муниципальному образованию города Десногорск Ростехнадзор выдал паспорт готовности к отопительному периоду. Для обеспечения полноты и достоверности сведений в адресе юридических лиц, содержащихся в ЕГРЮ, комитетом по городскому хозяйству проводится работа по присвоению адресов капитального строительства для юридических лиц. Коммунальные службы готовы к смене погодных условий. Проведены инструктажи, техника готова к предстоящему возможным изменениям погодных условий. В этом случае выступление снегопадов. Своей ременью техника и люди будут выведены и обеспечен проходки людей и машин. 26 ноября в городском центре «Досуга» состоится концерт, посвященный Дню Матери. Школа города продолжает работать проект «Слава Созидателям». 23 ноября в 15.00 у нас будет открытие после реконструкции малого спортивного зала в средней школе номер 3. И пройдет праздник «Оранжевый мяч». Это станет заключительным этапом реализации проекта, который стал в этом году введителем конкурса «Онда АТРАС». В Министерстве труда начался прием заявок от организаций на участие в конкурсе на лучшие условия по охране труда. Всего 9 номинаций. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте. И прием заявок на участие в конкурсе проводится до 9 марта 2018 года. Все информационные письма мы направили в наши организации. Поэтому прошу их рассмотреть и по возможности принять участие в одной из номинаций, которые там указаны. Инфекционные заболевания в городе регистрировались в обычном режиме. В этом году у судебных приставов в Смоленской области находилось более 11 тысяч документов о взыскании алиментов. На работу должников родителей направлено 2 тысячи документов для удержания части заработной платы. Свыше 4,5 тысяч нерадивых родителей не смогут выехать за пределы страны. Всего в этом году судебным приставам удалось окончить свыше 4 тысяч исполнительных документов. Общественный совет в Десногорске работает третий год. На очередное заседание приехали представители комиссии общественной палаты Смоленской области. В таком составе совет работал впервые. 13 ноября в администрации города прошло очередное заседание общественного совета Десногорска. Совещание проходило в расширенном составе. Присутствовали глава города Андрей Шубин, руководители медсанчасти 135, представители общественных организаций, военно-патриотических клубов, ветераны САЭС и представители общественной палаты Смоленской области. На повестке дня стояло 4 вопроса. Первым заслушали доклад начальника МСЧ-135 Алексея Азаренкова о реализации дорожной карты развития медико-санитарной части на 2 года. Вторым вопросом утвердили акт общественной проверки качества оказания услуг МОПККП и службы благоустройства. Третьим вопросом утвердили шаблон анкеты общественной проверки потери качества обеспечения услуг в детских дошкольных учреждениях. И в окончании совещания рассмотрели обращение граждан. Смоленская область готовится к проведению регионального этапа Всероссийского чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. Региональный этап пройдет на Смоленщине в следующем году с 12 по 16 февраля. На чемпионате планируют собрать более полутора тысяч студентов смоленских техникумов и колледжей. На его проведение администрация области выделит более трех миллионов рублей. Проект «Слава Созидателям» работает в Десногорске. Школьники встречаются с первостроителями и значимыми людьми города. Активно снимаются видеоролики. В Центре информации Смоленской АЭС «Нейтрино» специалисты по видеосъемке в очередной раз провели для ребят мастер-класс. Специальные мастер-классы для ребят организуют и проводят профессиональные журналисты. 11 ноября на занятия пришли более 30 школьников. Специалисты Управления информации и общественных связей «Смоленская АЭС» рассказали ребятам о целях и условиях проведения конкурса, а также дали советы, как выбрать своего героя и как правильно задавать вопросы во время интервью с ним. Профессиональный видеооператор поведал ребятам о принципах съемки и дал рекомендации по монтажу сюжетов. Этот проект работает в городе уже третий год, и многие школьники принимают в нем участие не впервые. Я участвовала в прошлом году. У меня там было не только о бабушке и дедушке, у меня было еще о моем прадедушке, было о моей семье, о моем брате, который служил. В этом году я буду делать о моей бабушке и дедушке. В этом году мы узнали о проекте «Слава соиздателем» и решили снимать ролики. Мы сняли уже два видеоролика. Судя по тому, с каким энтузиазмом подрастающее поколение десногорцев принимает участие в видеосъемках, проект продолжит свою работу еще и в следующем, в 2018 году. В этом году федеральный центр направит в регионы средства на продвижение государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Для Смоленской области размер субсидий составит 10 миллионов рублей. Эти деньги направят на выполнение указа президента об основных направлениях совершенствования системы государственного управления. Согласно документу, к 2018 году доля граждан, которые пользуются услугами в электронной форме, должна составлять не менее 70%. Для достижения этого показателя регионам необходимо доработать системы, связанные с предоставлением услуг. А сейчас новости спорта. Смолянка Алина Васькина во второй раз стала чемпионкой мира по гиревому спорту. В ноябре она приняла участие в чемпионате мира в Сеуле. Девушка одержала победу в категории свыше 68 килограммов с результатом в 183 раза в рывке гирей 24 килограмма. Министры спорта России и Белоруссии встретились в Академии спорта в Смоленске. Они обсудили будущую работу в сфере взаимодействия в профессиональном и массовом спорте. Смоленская Академия играет ключевую роль для Белоруссии. Более 280 спортсменов из этой страны ежегодно поступают в наш ВУЗ. Специалисты Росатома разрабатывают технологию 3D-печати любой части скелета человека. Исследования проводятся в рамках проекта по созданию высокотехнологичного производства медицинских имплантов из титановых сплавов. Первые образцы уже получены и прошли ряд испытаний. Вот эта глазница, она, как раз они получились с первого раза. Это нижняя челюсть, ну элемент ее, конечно. То есть вот как раз мелкая ячеистая структура для сращивания. Печатью различных частей скелета человека на 3D-принтере в Институте технологии поверхности и наноматериалов занялись неиспраздного любопытства. Специалисты Росатома проводят эксперименты в рамках проекта по организации высокотехнологичного производства имплантов из титановых сплавов. Если по результатам этого проекта мы увидим, что получается тот результат, который ожидается, то таким оборудованием может быть оснащена каждая клиника. 3D-печатью на принтере собственного производства в Институте занимаются уже более двух лет. В активе создание множества деталей для машин и механизмов. Изготовление же медицинских имплантов – новое направление для атомщиков. Оно потребовало подбора специальных режимов работы устройства и отработки всего технологического процесса. Результаты испытания показывают, что полученный нами материал, он соответствует тем параметрам, которые прописаны в принципе в гости на этот материал. Он полностью соответствует и может быть применен. Сегодня импланты изготавливаются путем механической обработки. Их производство с помощью 3D-печати позволит существенно сократить сроки и уменьшить стоимость этой продукции. Все вышесказанное и справедливое для множества других изделий сложной геометрии и формы, использующихся в самых различных отраслях, будь то медицина или строительство атомных станций. Именно поэтому развитие адъективных технологий – одна из стратегических целей госкорпорации «Росатом». В госкорпорации идут проекты, связанные с созданием принтеров, не только с одним порошком, которые могут работать, но и с несколькими порошками. Мы видим здесь перспективы и для проекта «Прорыв», и для традиционных станций, просто для их эксплуатации, замены. Развитие адъективных технологий – залог успешной работы в будущем. Специалисты уверены, еще лет 10 и компании, которые не будут обладать компетенциями в этой сфере, будут неконкурентно способными. С этой точки зрения, за будущее «Росатома», учитывая все вышесказанное, переживать не приходится. Это все новости на сегодня. С этими и другими событиями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала – desnadefistv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok